Всем привет! Выходим снова на связь с Владимиром Юрьевичем Шуманевым. Это главный редактор СМИ Камчатский регион, общественный правозащитник на Камчатке. И у него есть важный сведений, который бы он хотел поведать. Слушаю тебя, Владимир. Во-первых, добрый день. Это самое главное. Второе, значит, что могу сказать. Ситуация, она становится, по-моему, уже совсем предсказуемой. Дело в том, что власть уже не жалеет никаких либо ресурсов и просто наплевала на любую законность, все, что вообще можно наплевать, для того, чтобы вот этот процесс изоляции общественных лидеров от самого народа, значит, тех, кто может повести за собой людей, она, значит, эта вот изоляция состоялась. Но относительно меня, так сказать, я что хочу сказать, что сегодня вот в эту минуту проходит судебное разбирательство в мировом суде, вот, по поводу моей, так сказать, очередной принудительной госпитализации. Дело в том, что, значит, 21 января 21 года, значит, Конституционный суд отменил все предыдущие постановления судов камчатских у моей принудительной госпитализации, признав их необоснованными. Потому что, действительно, из-за одной заочной экспертизы, о которой даже не знал, что она проводится, вот, которую никто меня не осматривал, значит, и я прошел три очных психолого-психиатрических экспертизы, каждый из которых признал меня абсолютно вменяемым и, значит, разумным человеком. Теперь они что, какую тактику взяли? Дело вернули назад в тот же мировой суд. Ну, естественно, там судья мировой уже другой, потому что тот судья, который Кандауров, вот, он, понятное дело, брать уже дело не стал, да и кто бы ему отдал это дело после, значит, отмены его постановления. А я из-за его, так сказать, скажем, прихоти и прихоти его начальников, которые на него оказали давление, 7 месяцев за решеткой присидел просто так, без всякого на то основания. Испытал на себе все прелести Галла Передова и прочие мерзости, которые, значит, пичкали, 4 раза пытались убить, значит, находился при смерти химические, химические, так сказать, вот эти мерзости всякие кололи, которые убивают человека. Ну, вот как-то я выжил. Теперь они сменили тактику. Сроки давности вышли по всем якобы совершенным мною правонарушениям, которых я, понятное дело, не совершал. И теперь они решили сделать так, что поскольку меня уже посадить за решетку никак, вот, основания нет, они решили сделать очную психолого-психиатрическую экспертизу, именно очную, стационарную и в другом городе. Предположительно, в Хабаровске. Оттуда информация пришла, они там пытаются договариваться. То есть, если нет возможности человека посадить за решетку, потому что уже, ну, они понимают, что если сейчас конституционный суд не отменил бы, то дальше бы отменил, так сказать, Европейский суд по правам человека. Они это отлично понимают. Вот, поэтому решили все-таки не выносить это дело за рамки Российской Федерации. Вот, а теперь, понимая, что уже нельзя, посадить-то оснований-то нет, они решили по максимуму посадить за решетку под видом экспертизы. Понимаете? Вот, и сейчас вот сегодня вот эта судья Тимошенко, ее фамилия Мировушка Очередная, значит, она в нарушении закона всего, все такое можно нарушить. Она, значит, выносит это постановление о том, чтобы провести вот эту вот очную психолого-психиатрическую экспертизу, стационарную и где-то за пределами Камчат. Ну, в общем, вот что происходит сейчас. Это в рамках какого дела вообще? Чего-нибудь вменять? Я так помню, тебе вменяли, что ты якобы оскорбил там кого-то на сайте, разместил какую-то информацию, какого-то представителя власти оскорбил, и была уголовка. Получается, в рамках этого же уголовного дела они пытаются это сделать? Да, в этом же уголовного дела, что у нас тут было, так сказать, два таких деятеля, значит, этих полицайских, вот, замначальника УВД Воронцов и замначальника Крывого УВД, так сказать, Завьялов. Один сейчас в Красноярске убежал, так сказать, пережая собственный иск. Вот, а второй пока еще здесь. Но это тоже ненадолго, я думаю, что закончит он свою карьеру, как и его предшественник, товарищ Сидоренко, который сейчас за решеткой парится по уголовному преступлению, которому был осужден. Эти два субъекта были замешаны по данным информационного агентства 7наси. Они когда предыдущую местную службу в Оркуте, значит, они были причастны, ну, по крайней мере, Завьялов-то точно причастны, с его папашей, кражей, значит, из сейфа начальника УВД города Сосногорска двух килограммов героина. Об этом, значит, была, значит, публикация в прессе. Я, кстати, вот выслал, может быть, есть смысл ссылочку дать, так сказать, вот сразу же там же, потому что в том документе, который я переслал вот сейчас, вот, есть ссылка на эту публикацию, там две публикации, то есть это СМИ еще в 2013 году русским по белому об этом объявили, это, можно сказать, состоявшийся факт. Ну, а что, это, честные ребята действуют по-честному. Получается, честные такие двое ребят, честно, два килограмма на двоих. Ну, я не знаю, у каждого свои масштабы, видимо, им мало этого. Ну, по той информации, которую я получил от наших коллег из Воркуты, они сами там торговали этим самым героином, то есть тот, который изъяли, вот, они потом потихо через своих якобы осведомителей или провокаторов, которые вот эти провоцируют сделки по продаже этих самых дос героина, они сами потихонечку его распихивали. Ну, и потом, значит, на этом они все дружно влетели, потому что кто-то из Краевого ВД, уже Коми СССР, их сдал. И была проверка, в 2011 году была проверка, значит, из отдела управления Департамента собственной безопасности МВД России, то есть из Москвы, которая все это установила. И потом, как они поняли, там, значит, Мансуров, там, значит, Воронцов, Завьялов, Сидоренко, они все там служили в этом Коми СССР, они поняли, что дело дрянь, ну, и они, так сказать, дружно двинули на Камчатку, то есть бежали из своего региона, чтобы не попасть за решетку. Вот так было. А здесь продолжили, да, получается? Ну, здесь то же самое, то есть уже я за ту информацию-то не отвечаю, потому что пользуюсь им, как любой читатель, то есть я могу, так сказать, говорить только то, что я прочел в интернете. В данном случае агентство 7 НАСИ, вот это 7, черточка, в смысле этот крестик НАСИ. Но то, что я знаю по уже Камчатке, что полиция на Камчатке крышевала, значит, и продолжает крышевать, правда сейчас меньше, потому что мы в этот процесс вмешались, общественность, весь наркотрафик и горный бизнес. И в 13-м году товарищ Завьялов вместе со своими коллегами, со своим заместителем, они влетели по крышеванию от одного казино, так сказать. Тоже было громкое дело, уголовное дело, полицейские сели за решетку, но Завьялов как-то отмазался, вот почему-то, значит, он за решетку не сел, то есть его подчиненные, которые занимались этим делом, они его не сдали. Ну да ладно, это их, так сказать, разборки, вот, а другие сидят за решеткой. Такая ситуация. Ну и, значит, соответственно, камчатские журналисты разместили эту информацию, то есть та, которая из Воркуты и та, которая уже с Камчатки, о том, что, значит, вот Завьялов и Воронцов занимаются этим нехорошим делом в Камчатском крае. Ну а поскольку их найти не смогли, но знают, что я, так сказать, был автором идеи «Позорного столба Камчатки», я, собственно, это никогда не скрывал, то решили, значит, оказать на меня давление с тем, чтобы, значит, я воздействовал на моих коллег с позорного столба Камчатки, которые, значит, ну, сняли эти публикации. Вот какая была задача. Но это можно было в отношении кого-то сделать, но в отношении Шуманина – это способ самоубийства. Потому что я никогда никого не боялся, а ко всей этой полицейской м***и относился с плохо скрываемым пренебрежением, понимаете? А уж бояться их, ну, я считаю, это ниже, так сказать, своего достоинства. Конечно же, ничего из этого не вижу. Так, подожди, ты же 7 месяцев пробыл вот в этой психиатрической больнице в Иссурийске. Неужели они за это время не могли за 7 месяцев провести очную экспертизу? Так они ее провели. И что? Результат какой? Оказалось мало, так сказать. Да не могли и 25 экспертиз провести. Дело же не в этом. Дело в том, что здешним судам, так сказать, потому что всей этой, в смысле, в судейской мафии на Камчатке командует некто Волгин, председатель Камчатского краевого суда. Кстати, позорный столб Камчатки, вот ссылочка можно дать, он работает. И кто подробно хочет ознакомиться с этим субъектом, там, значит, есть о нем тоже, значит, мои коллеги, так сказать, наши коллеги, значит, журналисты, о нем тоже написали статью на позорном столбе Камчатки. Можете посмотреть. Там много интересного про него, во что он превратил на Камчатке то, что называется правосудие. У них задача во что бы то ни стало, так сказать, чтобы такие, как Шумани, сидели за решеткой без всякого на то основания, без всякого на то основания и по любому возможному поводу. Поэтому элементарное, кстати, но если хотите провести еще одну экспертизу, да ради бога, пожалуйста, я назначу амбулаторную экспертизу, я приду, там, два-три раза схожу, там, эти задачки там порешаю на сообразительность, кстати, на внимательность. И на этом экспертиза закончена. Нет, так же не надо делать. Надо сделать так, чтобы Шуманин как можно больше, как можно дольше находился за решеткой. То есть, это просто, ну, это несерьезно. Слушай, мне кажется, они в следующий раз придумают судмедэкспертизу на Луне. Возьмут, построят ракету. Ну, чтобы по максимуму тебя оградить от земли, понимаешь? Отправить тебя на Луну, там, я не знаю, может аварию какую-нибудь устроить по пути. Ну, даже если ты вернешься, ты потеряешь там 3-4 года. Антон, понимаешь, у них паранойя, их лечить надо, понимаете? У них с головой все очень плохо, они не понимают две простые вещи. Что когда человек упирается в стенку и начинает туда, так сказать, долбить, как тот этот, который барана ворота, понимаете? То он уже выглядит дураком. Понимаете, глупость, повторенная два раза, это двойная глупость. Повторенная многократно, это уже диагноз. Это от этого лечить надо. Подожди, давай подведем итоги. Вот есть три очные экспертизы, да, у тебя, которые однозначно говорят, что ты абсолютно здоров. Есть одна очная экспертиза с их стороны. Вот они даже не видели тебя, так называемая документарная, заочная экспертиза. Не видя человека, просто, я не знаю, что они там использовали, какие документы, какие изображения, какие видео. Короче, ну, в общем, они тебя вообще не видели. То есть, обратной реакции не было. И на основании этой экспертизы они решили, что ты псих, тебя нужно лечить. Отправили на 7 месяцев в эту, в Усурийск, в этот, в ПНД строгого режима, я его так называю. И получается, там за 7 месяцев они, это, ну, чем-то тебя пичкали туда-сюда, пытались неизвестно от чего лечить. Плюс они, они там вообще какой-то документ вынесли о твоем состоянии здоровья, что ты здоров там или это... Заключение комиссии какое было-то? Я проходил трижды там комиссионное обследование. Все три заключения были, что я не представляю опасности. То есть, подожди, три твоих очных, три внутри, то есть 6 против, 6 экспертиз против одной заочной. Получается, вот реально, 6 очных экспертиз, то есть они тебя видели, да, против одной заочной. И они хотят вот эти твои 6 очных перевесить, еще один вот сюда, на эти весы добавить еще вот эту стационарную, да, экспертизу, якобы, в другом городе опять. Опять на неопределенный срок, сколько там максимум-то по закону. Насколько мне известно, от 3 месяца максимума, да? Нет такого дела, нет ни максимума, ни минимума. То есть, они могут бесконечно, бессрочно тебя удерживать там, а? Да. Бессрочно? Можно и бессрочно. Нету каких-то сроков проведения психолого-психиатрической стационарной экспертизы, их не существует. Вы понимаете, достаточно одного, так сказать, какого-нибудь купленного психиатра, который, например, что сделает? Скажет, что нужно углубленно изучить, вот мы что-то там такое нашли, понимаете? И оставит еще на 3 месяца. Или второй вариант, так сказать, подцепит в пищу какую-нибудь гадость, так сказать, это запросто. Потому что, когда я лежал в Уссурийске, так сказать, мне именно принесли, так сказать, я рассказывал, принесли, значит, передачу, там, гранат такой большой, такой красивый был. У меня интуиция сработала, так сказать, его не есть. Ну, правда, еще и здравый смысл сработал. Почему? Потому что его мне принесли в разрезанном, так сказать, на 4 части. Я бы так подумал, а чего ради они его разрезали? И поэтому съел там всего 3 или 4 жернышка. У меня после этого давления упало 40 на 8, 40 на 60. После того, как я съел через 10 минут. То есть, таким же образом можно любую гадость человеку в пищу подсыпать. Потом начнется какой-нибудь, скажем, какой-нибудь галлюциноген, понимаете, там, запросто. А потом в этом состоянии они меня заснимут там или что-нибудь такое сделают и скажут, да он вообще ненормальный, его лечить надо. Они этого и добиваются. Им нужно поставить меня в положение, когда можно что-то со мной сделать. Потому что пока я на свободе, вокруг меня, так сказать, очень надежные, грамотные и духовно развитые люди. Мое окружение, мои друзья, так сказать, русская община Камчатки, наша профсоюзность, у нас группа быстрого реагирования Камчатская. Это даже не десятки, это сотни людей, которые не дадут друг другу обиду. Им нужно выдернуть лидера из этой обстановки, чтобы была возможность потом его оклеветать. Сейчас в курсе, что Габышев, так сказать, Александр, да? Уже непросто, его же вынесли ему заключение, что ему требуется лечение с интенсивным наблюдением. Это значит, в Петербург он поедет. Абсолютно психически здоровые люди, человек из него сделали психо конченным. Они, видимо, по этому пути хотят меня провести, чтобы тоже из меня какого-нибудь ненормального сделать. У них до сих пор это не получалось. Ну, с учетом божьего промысла и не получится. Ну, пытаются. Подожди, а почему он в Петербург поедет? Потому что, посмотри в интернете, ему сделаны заключения, значит, очные психолого-психиатрические экспертизы о том, что он, значит, крепко болен. И то, что ему требуется лечение с интенсивным, закрытой психологией. Нет, это я слышал. А почему именно в Петербург? Ты именно там находится интенсивная какая-то? Да, с интенсивным наблюдением только в Петербурге. Антон, я Александру Габашеву желаю не попасть туда для начала. Да, конечно, туда нельзя никому. Я сам говорю, никому не желаю, даже там самым злейшим, в кавычках, врагам не желаю туда попасть. И сколько ему придется, сколько ему придется испытать, сколько перенести, чтобы оттуда выйти, так сказать, живым и здоровым. Главное, здоровым. Потому что я видел людей, пока я, значит, лежал в Уссурийске, когда меня незаконно удерживали в этой клинике, как человека там за две недели после интенсивных, больших доз этого галопередова, он превращается просто в животное. Потухший взгляд, сгорбленные плечи, шаркающая походка, невнятная речь. Понимаете? Видел я все это. Это не просто преодолеть это. И я, значит, желаю Александру, чтобы он не попал туда прежде всего. И если мы вместе будем работать, то я думаю, что мы вытащим его из этой ситуации. Да, будем стараться. Получается, у тебя сегодня судебное заседание в этом мировом, так называемом, суде. И кто там судья-то, в кавычках? Тимошенко такая у нее фамилия. Мировушка Тимошенко фамилия. Я ее, честно говоря, не видел. И что характерно, и видеть-то не хочу. Но я знаю, что человек абсолютно зависимый, потому что, ну вот, ты посмотри-то эти ходатайства, которые я прошу. Есть документы, свидетельствующие о том, что товарищ Завьялов причастен к краже двух килограмм героина. Материалы проверки, которые находятся в демартаменте собственной безопасности МВД. Истребуете эти документы? Нет. Они относятся к делу, оказывается. Понимаете? Говорю, хорошо. Есть вторые документы, что товарищ Завьялов, так сказать, он, значит, был причастен к этому самому разоблачению полицейских, которые кражевали, наверное, отмысли игорный бизнес в Петропавловске-Камчатском. Вы истребуете документы из городского суда? Материал уголовного дела, когда его подчиненный там сел за решетку, там несколько человек сел. Нет, не относится к делу. Я говорю, слушайте, а как я собираюсь доказывать, что инкриминируемые мне деяния распространения информации являются отсутствуют, потому что информация соответствует действительности? А никак. Хорошо. Разъясните мне, пожалуйста, вот как я инвалид второй группы, да, у меня вообще без посторонней помощи не хожу. Как я могу попасть в суд, если я не хожу? Разъяснение не преследуем. Хорошо. Вот у меня есть защитник. Вот у меня четыре защитника взялись, меня защищают. Она заявляет, а зачем вам четыре защитника? Я думаю, что вам одного хватит адвоката. Я говорю, а защитник-то ряду с адвокатом. Это ж мое право. Нет, вам достаточно одного. Понимаете? То есть вот такое циничное, наглое, тупое отношение к Конституции и к уголовному закону, к правоциальному закону. То есть этот человек явно ангажированный, явно управляемый. И поэтому я ей дал отвод и нисколько не жалею об этом. Я даже могу сказать больше, что она вместе, так сказать, с Кандауровым, так сказать, ее коллегой, так сказать, и Меллер, который вынес в суде апелляционную станцию, утвердила постановление Кандаурова о моем предыдущем госпитализации. Вы все ответите перед законом. Потому что не понимаете, что за эти вещи отвечать надо. Это иллюзия, что удастся проскочить. А планета Земля такая маленькая. Куда бы вы ни спрятались, народный днев вас найдет. Вас будет судить справедливо народным судом. Я уже говорил в прошлом своем, так сказать, выступлении. Ишафот сколотить недолго. Не торопитесь на Ишафот. Успеете еще. Не творите зло. За зло придется ответить. Иллюзии себе не стройте. Такие, как я, они ведь так просто не сдаются. А когда нас много, мы сила. Мы народ. Мы вас сильнее, чиновники. Неужели вы не понимаете, что вам всем придется отвечать за ту мерзость, которую вы сейчас творите? Глупые люди, наивные. У тебя вообще какие основания? Чем они мотивируют то, что тебя нужно лечить? И у тебя хоть какое-то заболевание? В чем причина-то? Слишком умный? Слишком юридически подкованный? Или что? В чем так называемая шизофрения заключается-то, которой нету? Да у меня вообще ничего нету. Никакой шизофрении. Не, не, не. Это ясно, что нету. Чем они мотивируют? А вот суд Кассационный сказал, что заочная экспертиза неприемлема. Поэтому будем проводить очную. Подожди, подожди, вопрос не в этом. Это понятно, что им главное как-то... Чем они мотивируют? В чем твоя вот эта вот ненормальность заключается? От чего тебя лечить-то нужно? А ни в чем. Ни в чем. Ни одного факта какого-либо свидетельствующего о моем неадекватном поведении нет. Ни в чем. Понимаете, вот на основании этой заочной экспертизы, которую уже суд признал в Кассационной, что она не может быть, там были три или четыре, четыре, да, были какие-то моменты о том, что якобы я там, значит, совершил какие-то антиобщественные поступки. У меня на руках четыре судебных решения. Я вот эти ситуации специально пошел исковыми заявлениями в суд и признал в суде, так сказать, что те люди, которые меня оклеветали в совершении какого-либо общественно опасного деяния, сами совершили уголовные преступления. Я помню, рассказывал тебе по врача Приходченко и фамилии, которая пришла ко мне домой, это было еще, так сказать, три года назад. Нагрубило меня, я ее вежливо указал на дверь, а потом она вышла и написала заявление, что я ее избил. Да-да-да, видели, есть ролик об этом. Да, то есть вот о чем. Потом выяснилось, что у меня дома есть везде видеокамеры, так сказать, и получилось, что она абсолютно целая, здоровая, вышла из дома моего, и в доме тоже была съемка, так сказать, что она просто солгала. Или еще один такой... Просто это вот уже история повторяется дважды, сначала в роли таксотрагедии, потом в роли фарса, понимаете? Вот сейчас уже эта ситуация вышла в категорию фарса, и сейчас это уже настолько очевидно, что не вызывает никаких сомнений. Ну ладно. Вот, Надежда, скажи, что там закончилась история? Отнесли, перенесли на четверг, судья растерялась и все-таки перенесла судебное заседание. Она планировала закончить сегодня. Она не знала, что делать, стала... Вот я не понимаю по существу, чего вы хотите. Я говорю, все, четко, ясно изложила. И она говорит, вот у вас здесь на нормативную базу нет ссылки. Я говорю, я поставила вас в известность. Она... Мнение прокурора. Прокурорша мямлила, она вообще не поняла, о чем речь. Я говорю, а вам не нужно, говорю. Это... Нет, хотелось сказать, не для ваших ушей. Это, говорю, вышестоящие поймут. Говорю, о чем этот документ. Вот. Но она как-то... То есть она охренела, она не поняла вообще о чем. То есть я думаю, что мировушки, они не шибко в теме. В основном в теме, те, которые повыше. Но после твоего заявления об отводе, она хотела сегодня все закончить. О принудительном лечении. Не лечении, наверное, об экспертизе. Не-не-не, об экспертизе принудителя. Все, короче, я побежала, самоделки на отвезу. Приеду, все расскажу. Все, да. Так что вот такие дела. Отложили, да, заседание? На четверг. Ну, микро, ну, победа. Ну, это пока не победа, но это какое-то движение вперед. Будем работать. Будем трудиться во всеобщее благо. Настоящей общественности, а не вот этого коррупционного общества, поздравляю тебя с тремя днями, как минимум, еще на воле. Конечно, не зря записали эфир, не зря. Три дня выиграли. Хорошо. Благодарю, Антон, за помощь. Благодарю. Если вместе, то мы всегда, так сказать, победим этих мерзавцев. Поделожки нас не забьют, потому что мы в жизни. Все будет нормально. Все будет нормально. Все хорошие. Все хорошие. Субтитры подогнал «Симон»